Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Массовое отравление рабочих на Камчатке. Дискриминация работников скорой помощи Воскарова. По сообщениям из Вестий и Комсомольской правды, 5 декабря произошло массовое отравление рабочих организации «Стройтехноинженеринг», которая занимается строительством нового терминала аэропорта в городе Елизова на юге Камчатского края. Строители после приема ужина почувствовали недомогание и вызвали скорую. Диагноз – массовое пищевое отравление. Установлено, что пострадали рабочие, проживающие в общежитии организации и принимавшие пищу в его столовой. Пострадали и находятся в больнице более 40 человек. В России проблема качества продуктов питания начинает переходить в опасность их употребления вообще. Это является прямым следствием реставрации капитализма в России, поскольку в Советском Союзе существовал жесткий государственный контроль в области стандартизации продуктов, а в настоящее время при капитализме производство большинства продуктов питания исходит не из государственных стандартов – ГОСТ, а из технических требований, выгодных капиталистам. Капиталисты получают прибыль, а рабочие порой лишаются не только здоровья, но и жизни. Возрождение советской власти, возвращение к жесткому государственному контролю пищевой отрасли при диктатуре пролетариата спасет жизни людей и даст миллионам здоровое полноценное питание. Портал Забастком сообщает, 6 декабря коллектив Аскаровского отделения скорой медицинской помощи Республики Башкортостан, записал видеообращение, в котором рассказал о дискриминации работников. По информации сотрудников, в новом коллективном договоре фельдшерам выездных бригад планируется установить доплату за вредность в размере 10%, а водителям скорой помощи – 4%. Хотя другим отделениям доплата за вредность составляет 25%. То же самое за доплаты в ночное время – коллективу 80%, а другим бригадам – 100%. Товарищи медработники, никто, кроме вас самих, вашу жизнь не улучшит. Взывать к справедливости и буржуазным чиновникам с помощью видеообращений – бесперспективная затея. Нужно ждать не милости от чиновников и работодателя, а организовывать коллектив на борьбу за свои интересы, работать в действующем профсоюзе, активно участвовать в коллективных переговорах. Готовьте свои требования и совместно добивайтесь их внесения в новый коллективный договор. За рекомендациями по подготовке требований и организации коллективных действий вы можете обращаться в Фонд Рабочей Академии. Желаем вам успехов в борьбе! Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова